картинка у меня стоит до сих пор как мой сын ему 14 лет его всего трясет он ко мне прижимается страшно я боюсь и я боюсь и я понимаю что кроме того что я могу обнять и ничем ему не могу помочь я оксана сергеенко я психолог и я работаю в областной организации города хмельницкого и области красного креста украины я координирую службу психологов в этом проекте утром где-то было очень рано уже после 4 утра послышались первые звуки раскаты орудий полетели первые ракеты и мы услышали что-то что-то случилось но мысль о том что это происходит и пришла беда наш дом она просто отвергалась первые две недели я старалась адаптироваться к этой ситуации когда попал снаряд наш соседний дом у нас разбилось стекла и тогда вот до меня дошло что это нас самом деле настоящая опасность мы были сыном дома потому что муж ушел в терророборону то что я пережила изнутри до когда вот это бомбит и у тебя разрушается там все в твоем доме ты переживаешь за за жизнь собственного сына и и за свою в том числе и как это боль страха чувствуешь до каждую ночь когда знаешь что самолеты пролетают и ты уже знаешь что по расписанию вот сейчас это будет очень страшно это будет больно оказывается страх он дает внутреннюю боль я никогда не думала что так болит внутри где-то там знаю душа это такой животный дикий страх это очень тяжело перетерпеть это курочек знаете как зубная боль но это очень глубоко очень сильно очень токсично чернигов был блокаде туда не зашли враги не было ни света ни газа ни воды потому что сразу разбомбили все важные инфраструктуры нас как бы обесточили от жизнедеятельности вот а потом чуть позже взорвали все мосты и мы под были в такой блокаде интернета не было нужно было ловить связь в определенных местах там даже где-то выходить в часть какую-то города чтобы пообщаться когда все отключили мы ходили собирали шишки с сыном я брала противень с духовки там костерчик в миске раскладывала ставила какую-то решетку и мы там варили себе элементарно пельмени яичницу кофе это был самый сладкий завтрак до который мог быть теплая еда горячий кофе приготовленный на шишках на балконе был бы интернет выложила прямой эфир до к сожалению интернета нет бомбежки по расписанию самолет прилетал строго в определенные часы до 12 потом в 4 утра и был еще вечерний прилет где-то после 7 мы все прятались пытались по возможности выехать все очереди на заправках они очень длинные были и очень часто были прилеты локально в эту очередь всегда что-то что-то прилетало это было больше трех недель 24 началось и мы 17 марта смогли выехать чернигово наш район у бомбила очень сильно в школу разбомбила который учился мой сын мы переехали семьей в ивано-франковскую область мы там жили всей семьей у меня трое детей дети до сих пор вспоминают как им было комфортно так не было даже в детстве в этом прожили месяц я начала искать работу подала резюме в областной организации города кмельницкого и области красного креста украины предложили пройти собеседование и взяли меня большое им спасибо так я оказалась здесь кмельницком мы проект поднимали с нуля не было нечеткой там какой-то концепции и нам это удалось довольно успешно когда мы переживаем сложные времена мы находимся все время в стрессе и мы не знаем когда-то стресс закончится и чтобы выжить нам нужно время от времени где-то брать ресурс арт-терапия ты занимаешься нечто другим это не только отвлечение но еще и наполнение это как виртуальная реальность ты отключаешься от этой жестокой действительности есть нечто другое что тебя успокоит что тебя порадует и эти эмоции нужно взять да накопить как бы в свою собственную баночку да и дальше да с этим аккумулятором до вступить в эту жизнь в эту реальность но ты уже будешь ее ощущать по-другому потому что ты будешь наполнен